Всем здравствуйте, ребята! С вами Городничок Александр. Сегодня в нашей программе я покажу вам три хороших упражнения, как в домашних условиях укрепить кисти. Бывают такие ситуации, когда при ударе у вас кисть уходит вниз, вот так, да? Либо бывает такое, когда вы бьете, она вообще, как бы, ладонь расходится. Ребята, это из-за того, что нужно укреплять кисти. И сейчас я вам покажу три хороших упражнения для этого. Два простеньких и одно для людей, у которых немножко больше опыта. Как я вам говорил, упражнение будет три вида, для того, чтобы вы могли их чередовать и вам не было скучно. Первое упражнение, это, конечно же, отжимания на кулаках, а именно на вот этих, ребят, двух костяшках, да? Вот. Значит, сейчас я вам покажу, как это выглядит. Итак, ребят, обратите внимание, что я стою именно на двух костях. Для того, чтобы был хороший эффект, отжиматься нужно именно на вот этих двух костях. Если вы поставите руки, например, вот так, либо вот так, это будет неправильно, да? То есть, отжиматься нужно на вот этих двух костях, и тогда хорошая идет нагрузка именно на кисти. Тем самым, они укрепляются. И поехали. Ребят, неважно, каким хватом вы отжимаетесь. Это широкий хват, либо это узкий хват. Самое главное, отжимайтесь на двух костях, для того, чтобы был максимальный результат. Второе упражнение простенькое. Это мы будем работать с гантелькой. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Для следующего упражнения я взял гантельку 6 килограмм. Значит, как мы работаем? Руку поставили на ногу, да, на колено. Видите, как она выглядит? Опускаем гантельку, поднимаем, опускаем, поднимаем, опускаем, поднимаем, опускаем, поднимаем. Ребят, и так до тех пор, пока не устанете. Да, если есть гантелька потяжелее, вам мало это, можете взять потяжелее. Ну, а третье упражнение, оно самое любимое. Значит, выполняется оно на несколько щитов. То есть, первое, это мы становимся на пальце, после чего спрыгиваем на кулак, после чего на кисть, потом обратно на кулак и потом на кисть. И так делаем до тех пор, сколько сможем. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Ну, а сейчас, ребят, покажу вам медленно. Значит, на пальцах переходим на кулак, после чего на кисть, после чего на кулак, потом обратно на пальцы. А сейчас я покажу вам, как это выглядит быстро. Вот такие три простых упражнения нужны для того, чтобы ваши кисти были сильные и не сгибаемы. Ребят, не забывайте, что занимает 1-2 минутки. Потренируйтесь с утра, вы же мужчины, вы должны быть сильными. Если вам понравился наш канал, подписывайтесь на него, лайкайте, комментируйте. Если будут вопросы, задавайте, постараюсь на все ответить. С вами был Городничок Александр, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok